Приветствуем вас на YouTube канале Процветок. Сегодня с вами будет работать ученый-агроном Ломонос Петр. И наш разговор пойдет о перцах. Культура, конечно, как бы уже прижилась в наших краях. Если что в 70-х годах прошлого века ее выращивали только единицы огородников, то сейчас перцы в разнообразии растут на любом уже участке, как в сеплицах, так и в открытом грунте. Ну, немного повторимся, освежим наши знания. Значит, все перцы, которые выращиваются, делятся на две группы. Перцы острые или пряные, их еще называют, и перцы сладкие, более распространенные. Как бы острые перцы вообще идут, ну, в основном как бы в консервации их добавляют острые перцы, потом их высушивают, мелют и как приправу используют. Ну, а сладкие перцы как бы используются очень широко. Они добавляются, сладкие перцы и в салаты добавляются, и салаты, если не делаются, закатки различные делаются, и фаршируются. В общем, применение сладких перцев более разнообразное. Чем эти культуры интересны? Что у этих культур повышено содержание витамина С. Очень много витаминов. Кроме витамина С, есть и другие, конечно, полезные вещества. Вот почему перцы как бы полюбились нашим огородникам. Ну, давайте вот разберемся, кто выращивал перцы. Попробуем разобраться в ошибках, которые совершают наши огородники при выращивании перцев. Ну, и найдем оптимальные варианты. Ну, во-первых, если уже выращивали перцы, вы знаете, что семена перцев сходят не так уж быстро. Сухие семена сходят где-то в течение 15-20 дней, если посеять сухими семенами перцы. Ну, и вот наши огородники как-то часто делают ошибку. Ну, во-первых, начнем сначала. Пока сеют семена, их надо купить. И приобретая семена, наши огородники обращают внимание на картинку. Смотрят на картинку, они смотрят на срок, когда созреют наши плоды. Почему? Ну, значит, созревание перца в самых даже ранних сортов от сходов до технической спелости, то есть еще не полная спелость, а техническая спелость, составляет 120 дней. Ну, чем сорта позднее, тем больше этот перец, соответственно. Вот тут есть такой несложный математический подсчет. Значит, если мы будем ориентироваться на эту дату, значит, мы потеряем урожай. Почему? Потому что тут надо делать такой отшут, делать иного по-другому парадку. Вот если у нас до зрелости перца 120 дней до технической, еще 20 дней, чтобы была полная спелость, значит, уже 140 дней. Но мы перцы хотим, чтобы у нас плодоносили иметь урожай хотя бы два месяца, два с половиной месяца. Значит, мы добавляем еще 70 дней. 140 плюс 70, получается 210 дней. Раз 210 дней делим, это 7 месяцев до окончания плодоношения. Ну, поскольку наши перцы уже с середины сентябра начинают плодить очень плохо, потому что температуры меняются, холодают, значит, нам надо урожай собрать до этой поры. Соответственно, вот с середины сентябра отшитываем 7 месяцев назад. И получается, что мы в феврале, в начале февраля должны посеять наши перцы, даже самые-самые ранние сорта, не говоря уже о поздних. Только так мы успеем собрать в открытом грунте хороший урожай. А иначе у нас получается такая картина. Первый урожай мы собираем в середине августа, потом второй урожай в начале сентябра, а дальше завязи моря, цветов моря, а уже урожая нету. Мы потирали. А потирали мы урожай из-за чего? Из-за того, что поздно высеяли. А чтобы ускорить выращивание рассады, чтобы семена скорее взошли в перцы, такая очень интересная культура, семена можно подготовить, их можно поторопить, чтобы они быстрее взошли. Как поторопить семена перца? Ну, есть несколько путей. Вот расскажу вам самый легкий, например, путь. Для этого нам понадобится или марля, нам понадобится или марля, или тонкий спонбонд. Для этого нам понадобится гайка. Может быть, не только гайка. Это может быть и камешек. Ну, что-то такое тяжелое, что примело противовес. Значит, мне проще показать вам, тогда вы поймете, в чем смысл этой самой операции. У нас есть семена перцев. Насыпаем в эту самую марляшку, которую я вам показывал. Мы насыпали семена, ложим сюда гайку и вот собираем конструкцию очень-очень простая. Такая вот простая конструкция делается. Все, вот вверх поднимаем. Ну, и здесь можно взять резиночкой закрепить, можно завязать какую-то нитку или шпагатом. Смотрите, что мы будем делать дальше. Вот у нас получилась такая вот конструкция. Значит, мы подготавливаем крутой кипяток. На чайнике мы кипятим или в какой-то кастрюльке кипятим горячую воду. Вот. Радом, возле газа, мы ставим миску с холодной водой. Самой-самой холодной, что такое может быть. Поставили. Значит, что? Берем эти семена перца, опускаем в кипяток, в кипящую воду. Это может быть крутой кипяток, но тут считаем. Тут главное не передержать, чтобы они не сварились. Первый раз мы считаем до 15. На 15 секунд мы опускаем в грачу воду, потом на 5 минут переносим в холодную воду. Прошло 5 минут. Берем семена, эти же достаем опять. Вот здесь вершочки, которые у нас можно взяться. Берем семена, опять опускаем кипяток, уже на 10 секунд. Опустили на 10 секунд в кипящую воду, 5 минут в холодную воду. И третий раз, 5 секунд, штамм 1, 2, 3, 4, 5, и семена опять в холодную воду, и они у нас опять же остывают в холодной воде. Это как правильно называется, снимаем шоковое состояние семян. Что дает нам эта обработка? Эта обработка ускоряет значительно прорастание перца. Это раз. А во-вторых, мы убиваем всех вирусов, всех микробов, которые находятся на поверхности семян. То есть у нас, кроме того, что мы ускоряем прорастание, мы обеззараживаем семена самым-самым простым способом. И после этого наши перцы в течение недели взойдут очень-очень-очень дружно. Ну, если вы уверены в качестве семян, значит, эти семена мы можем сразу уже взять с ящичек, набить землей, поделать родочки и посеять семена сразу. Если вы в качестве семян не уверены, потому что бывают такие случаи, что семена даже пакеты вроде бы и срок годности там хороший написан, и должны как бы, а всходят плохо. Потому что они уже потеряли всхожесть. Это такое может случиться иногда. Мы можем семена прорастить. А как прорашивать семена? Прорашивать семена перца, ну, как если вы смотрите все программы, вы видели, как все там ученые советуют, что берите чашки Петра, и ложите фильтровальную бумагу, и на фильтровальную бумагу семена, и они будут прорастать. Мы с вами сделаем гораздо-гораздо проще. Нам не надо эти чашки Петры. Тем более, что это такая вещь, которая нужна только весной. Весь основной сезон они вам не понадобятся. В любом доме есть у нас тарелки. Тарелки могут быть любые. Пластмассовые, фарфоровые, какие хотите. Подойдет любая тарелка. Потом у нас есть бумажное полотенце, есть туалетная бумага, есть у нас салфетки. Это все материалы прекрасно заменят ту фильтровальную бумагу. Вот на эту тарелочку мы положим, выражем кружочек, положим этот самый наш необходимый слой и уложним. И на этот слой мы высыплем, значит, наши семена. Если держать просто так открытыми, они, конечно, семена высохнут очень быстро, вы не заметите. Поэтому берем обыкновенный полисейный пакет. Берем обыкновенный полисейный пакет. Пакета сейчас тоже достаточно. Вставляем тарелочку и подгибаем. Подогнули. Все. Вот у нас та же самая имитация чашки Петры. Значит, раз в день мы проверяем. Если надо, мы берем шприц обыкновенный без иголки и чуть-чуть увлажняем нашу поверхность. Вот. Ну, проходит очень быстрое время, наши семена начинают сходить, мы видим, что они повсходили. Ну, вот семена уже взойдут, семена будут такие красивые, наклюнутые. После этого мы будем высевать. А вот высевать, как мы будем, это уже зависит от вашей площади подоконника. Если площадь подоконника вас позволяет, значит, каждое семянышко можно высадить в стакан, посадить в стакан, чтобы оно сразу развивалось отдельно. Ну, если место в среднем, то можно высадить кассету рассадную. Вы тоже представляете эти рассадные кассеты. Вот. В никаком случае, вот я вам для примера покажу, что, смотрите, у нас вот есть как бы стаканы разных объемов. Так вот, многие огородники делают ошибку, когда перцы, значит, высаживают сразу такой большой стакан. Делать ни у конца уже так нельзя. Растения не осваивают землю, земля начинает закисать, и наш перец в таком большом стакане растет очень-очень плохо. Он нужен от нас с маленькой же площади, с такого стакана или кассеты, еще поменьше. Тогда наш перец будет хорошо развиваться. Ну, и вот так, многие огородники посадили перец, перец зашел. И не торопиться, что перец, ну, и удивляются, что он не растет. А у перца есть такая биологическая особенность. Первые 14 дней, то есть 2 недели, перец сидит. Только через 14 дней после всхода у перца появляется первая пара настоящих листьев. Следующие листья пойдут быстрее уже, через 9-12 дней, а первые 14 дней. Поэтому никаких подкормок, ничего не думайте для своего перца, ни в коем случае не делайте, потому что он еще не усваивает. У него нарастают крышки, ему еще не до питания. А вот потом уже перцы можно подкармливать, когда они тронутся в рост. Ну, значит, если мы высадим так в стакан, и нам же наши перчики пикировать не надо. Они уже как бы у нас рассажены, они будут развиваться каждый в отдельной емкости. Если мы вот посеем перцы, потом покажу, просто уже в грунт, у меня как бы очень много рассада, и не хватает места. Поэтому я буду съесть как бы такой вот сразу в емкость, чтобы сэкономить площадь, которой сейчас пока не хватает. Потом площадей, конечно, будет больше, потеплеет на улице, можно поставить под пленочку, и они могут уже жить на улице. Пока это сделать рановато, поэтому я буду высевать такую вот емкость перчики. Значит, поняли, что самые главные моменты по перцам, это или это самая обработка семян, обеззараживание термическое. Не надо никаких химикатов, ничего не надо добавлять. Вода самый лучший, как бы химикат. Вода самый лучший химикат, который безвезен для растений. Поэтому делаем или термическую обработку, после этого делаем проращивание семян, или сразу высеваем семена, ну и, соответственно, потом рассаживаем перцы. Вот, или по одному зернышку в стаканчик, вот, или съем в емкости. Если вы будете следовать этим советам, не будете опаздывать со сроками посева перцев, вы будете иметь очень хороший урожай. Вы удивьте, что делается очень-очень просто. Ну, и что тут попутно замечу, что некоторые огородники, как бы, насмотревшись журналов разных, все, разных советов таких ученых, вот, которые, конечно, далеки бывают от сельского хозяйства, от биологических наук, значит, начинают семена перцев калибровать, делать, отбирать крупные, отбирать мелкие семена. Вот, а вот делать это, я своего опыта замечу, категорически нельзя. Почему нельзя? Я уже более 50 лет экспериментирую с растениями и заметил, значит, если калибровать семена, вы сидите на зеленых градках, вы заметите очень интересную вещь. У вас на одной градке сидят самые крупные, крепыши толстячки, такие хорошие-хорошие рассады. На другой градке сидят то, что вы хотели выбраковать, то, что у вас так более слабых семян. Так вот, появляется какая-то болезнь неожиданная, например, мушнистая роса. Она хоть не часто, но иногда часто на перцах. Так вот, эти толстячки-крепыши все как один заболевают. Все болеют рядом градкой, которую вроде бы все-таки дохляков садили. Они все прекрасные, все живые, все не повреждаются этой мушнистой росой. Вот, они борются за свою жизнь. Ну, к тому же, замечу, что если в одной градке у вас будут расти и крепкие, и слабее растения, они один одно подтягивают, они помогают друг другу. И все становятся ровными, и иммунитет растений как бы очень-очень повышается. Ну, а сейчас я вам покажу, как мы будем высевать перцы. С помощью вот этого самое, нам понадобятся сами пророщенные семена, нам понадобится вода, стакан с водой, и нам понадобится зубочистка. Все очень-очень просто. Ну, значит, предварительно скажу, что вот эту землю, которую мы будем рассаживать, наши семена проросшие, мы предварительно поливаем. Без полива нельзя садить. Если мы сразу посеем, потом польем, значит, наши семена все проразмываются. Поэтому мы все сразу польем. Польем емкость, и после этого мы уже будем рассаживать семена. Ну, вот, мне нравится. Вот так вот, видите, мы разложили семена. Видите, у нас каждая семяночка имеет одинаковое расстояние. Вот, значит, у нас нету заушения всходов, у нас они не будут полегать. Ну, почему и так это самое, густо не надо сеять, и мне потом будет легче рассаживать. Если вы точно так же посеете семена, дальше засыпаясь грунтом, слоем в один сантиметр, и все. И через 3-4 дня наши перчики начинают дружно вообще вылазить, сходить с земли. Вот, если вы будете следовать нашим советам, смотреть наш канал, значит, вы будете иметь хороший урожай этой культуры. А пока, до свидания, до новых встреч на нашем канале.